здравствуйте вы смотрите программу 15 в студии андрей маланов сегодня у нас в гостях прокурор города берска роман андреевич сивак тот самый случай когда мы задаем вопросы прокурору роман андреевич вы в своей должности уже ну чуть больше года за это время успели уже изучить город берск скажите пожалуйста чем он отличается от других населенных пунктов где вам приходилось работать ну и в каком состоянии здесь у нас соблюдение законности как в берске соблюдают законы добрый день андрей хочу выразить благодарность в начале нашего диалога о том что приглашаете вот в свою студию я считаю это одним из самых важных направлений в работе прокуратуры такая как гласность что касается впечатлений наверное они уже более цельные с учетом того сколько я проработал здесь конечно отличается от предыдущих территорий где мне приходилось работать в том числе руководителем органа прокуратуры есть свои особенности я них неоднократно в интервью говорил конечно это больше различных проверок выявления нарушений серии экономики потому что это объяснимо город большой есть большое количество предприятий это достаточно активное население активно образованная которая знает свои права и которая умеет их защищать в том числе путем направления жалоб в прокуратуру органы прокуратуры в судебные органы по многим судебным делам и также участвуем в процессах поэтому конечно разница есть но она вплоть до ментальности людей поскольку территории она диктует определенные правила поведения ну вот какого рода правонарушения чаще всего совершаются здесь в берске какого рода трение там между гражданами между гражданами и властью между гражданами и правоохранительными органами с чем чаще всего приходится сталкиваться вам ну может быть не трение еще раз повторюсь город большой и правоотношений масса между людьми начиная от производственных вопросов заканчивая какими-то обыденными вещами очень много например недовольств граждан вызывает деятельность управляющих компаний очень много жалоб идет связанных с неправомерным начислением каких-либо позиций по уплате ежемесячной за содержанием на квартирных домов общего имущества есть проблемы с нахождением многоквартирных домах значит пивнушек вот которые каким-то образом ущемляет права жителей здесь я вообще полагаем и мы наверно не наверно в конце года при подготовке докладной записки по право мониторингу мы будем ходатайствовать предустоящее прокуратура внесения изменений в законодательство на уровне конечно федерального центра по поводу запрета нахождение от пивных ларьков пивнушек многоквартирных жилых домах на мой взгляд это совершенно неправильно вот когда они там находятся есть проблемы в миграции вот поэтому есть конечно достаточно большое количество жалоб и на правоохранителей которым которые мы рассматриваем и которые нам приходится рассматривать спектр очень широкий для понимания у прокуратуры порядка ста только приоритетных направлений которыми мы занимаемся ну примерно такое же количество направлений если не больше мы получаем от жителей города в виде жалоб которых уже поступило более тысячи в прокуратуру города кстати есть статистика какая-то вот можно эту тысячу разбить как-то вот по направлению конечно ну порядка каждая четвертая жалоба 4 5 здесь я наверное не совру если скажу что она связана с жалобами граждан на постановление об отказе в возбуждении уголовных дел по материалам доследственных проверок проводимых органам полиции другими правоохранителями здесь есть как объективная так и субъективная вещь в этой части поскольку зачастую срок предусмотрен уголовно-профессуальным законодательством в 3-10 суток вот это не то срок в который возможно провести полную проверку для того чтобы принять решение про цель на возбуждение дела вот приходится отменять и только на 1 сентября по данным прокуратурой была отменена 1053 таких постановления это очень существенная цифра за каждой цифры стоят люди за каждой цифры стоят их нарушенные права и интересы вот но объективно сказать что зачастую органы правоохраны выходят с ходатайствами к нам самостоятельно для того чтобы отменить такие проциальные решения и указывает как раз причина том что они не успели в определенный срок выполнить все проверочные действия но если такие когда мы отменяем сами в порядке надзора вот и только по на 1 сентября 2017 года 35 крутых преступлений было поставлено на учет после прокурорских проверок ну также много заявлений я уже говорил в сфере жкх жилищно-коммунального хозяйства это одна из самых таких болевых точек на мой взгляд вот есть в городе который существует поскольку люди активны в этой части потому что мы все платим на своего кармана ежемесячно и мы знаем какие последствия наступают если мы эту оплату не совершаем достаточно много полномочий сейчас у энергоснабжающих организаций управляющих компаний по различным запретам дальнейшем но и деньги не маленькие конечно да деньги не маленькие и в сфере жкх это наиболее актуально потому что она активно субсидируется государством бюджетом поскольку мы живем в таких условиях на такой территории где у нас отопительный сезон практически 8-7 месяцев если не больше длится соответственно все должно быть в порядке для того чтобы не замерзли зимой дети наши не замерзли в детских садах больницы поэтому здесь пристальное внимание наше а были случаи за последний год когда прокуратуре приходилось вмешиваться серьезно вмешиваться именно вот в спорах в проблемы касающиеся вот именно жилищно коммунального сектора не при ну наверное может быть мы не так сказать назвать это вмешательством нельзя у нас это системная работа она ежемесячная работа ежеквартальная у нас эта проверка проходит ну практически ежемесячно мы какие-то проверки проводим начиная от долгов управляющих компаний вот от их дебиторки кредиторки от долгов муниципального мубка бу нашего централизованного предприятия и заканчивая спорами между людьми управляющими компаниями то есть ощущение по крайней мере как у меня рука дышим постоянно там находимся мы оттуда не уходили и как-то точечно не работали но объективности ради необходимо сказать что таких серьезных скажем так моментов каких-то не дай бог каких-то кадастров но слава богу удается избегать надеюсь и в этом отопительном сезоне мы их избежим понятно что какие-то аварии они к сожалению предусмотреть и как-то их может быть спрофилактировать невозможно все равно не будут и сети где-то изношены и оборудование но тем не менее есть надежда что и этот отопительный сезон пройдет как более-менее стабильно прозвучало слово мубка бу вот насколько известно руководство этого этой муниципальной компании последнее время ну под таким пристальным вниманием со стороны правоохранительных органов и прокуратуры есть и уголовные дела в отношении лиц которые работают в этой компании что сейчас можно сказать на каком этапе находится вот вот это дело помог бы уголовное дело есть я пока не буду комментировать там принято недавно процессуальное решение поскольку она находится на стадии оценки законности это сальное решение вот я пока я воздержусь от комментариев что касается руководства она не может не привлекать к себе внимание правоохранителей поскольку вот весьма скажем так существенные суммы в том числе из бюджета которые субсидируют это предприятие но не может не привлекать и нашего внимания мы смотрим мы постоянно находимся скажем так и в контакте с руководством и постоянно подвигаем проверкам это предприятие проблем конечно много большая кредиторская задолженность перед энергоснабжающими организациями опять же сказать о полном бездействии администрации этого муниципального предприятия или мэрии я не могу то есть работу по взысканию долгов они проводят достаточно активно и в принципе взыскивают в том числе судебными через судебное понуждение то есть если я это ведется если я правильно понял то вот уголовное дело в котором фигурирует руководитель мобкобу в скором времени может поменять свой статус не будем говорить в каком направлении но какие-то изменения будут ну да будут будут изменения хорошо берскую администрацию последний год сотрясают буквально скандалы связанные с коррупцией что здесь ну здесь можно оценить только позитивно стоит точки зрения что оперативные органы достаточно активно проводят работу я полагаю и считаю так как прокурор достаточно достойной работой вот результат все горожане видят он как бы на лицо возбуждены уголовные дела один человек уже осужден находится местах лишения свободы два уголовных дела расследуется вот это хорошая качественная работа оперативных работников соответственно расследование дела вот надзор за этими делами которые и приводят конечному и главному результату вот это неотвратимости наказания эта работа будет продолжена мы находимся в плотном взаимодействии в том числе с оперативными подразделениями с органами следственного комитета у нас здесь одна работа и мы здесь не делим ее поэтому я думаю работа будет продолжена но и есть уверенность что и администрация в свою очередь принимает и примет меры которые смог помогут купировать возникновение таких проблем вот другая ветвь власти законодательная наша вот депутаты готовятся скажем так опротестовать вернее как сказать не удовлетворить да не удовлетворить решение протест прокурора по спортивной 15 ну что здесь какие перспективы и помощники мне докладывают которые работают над этим вопросом в соответствии с федеральным законом обязанности удовлетворять нет ни представление не протест прокурор есть обязанность рассмотреть но в случае неудовлетворения актов прокурорской реагирования наступают правы и последствия безотносительно будь то гражданин будет должностное лицо или это какой-либо муниципальный государственный орган в этом случае тоже для городского совета наступят последствия определенные поскольку позиция прокуратуры в этом районе в этом вопросе прошу прощения на жесткая понятная и объективная согласованная с нашими высшестоящими прокурорами поэтому если так такое случится то есть протест не будет удовлетворен а отклонен дальнейшие последствия это судебное заседание по заявлению прокуратуры области поскольку по новому кодексу вот это прерогатива высшестоящих прокуроров высшестоящей инстанции то есть прокуратура новосибирской области там есть такие моменты что и в случае удовлетворения в поиск до я тоже надеюсь что до этого все-таки не дойдет много эмоций на спортивной на мой взгляд очень много эмоциональной составляющей со стороны жителей потому что такая ситуация как на спортивной ну можно сказать можно ее организовать на любом объекте строительства потому что мы видим как строятся дома и сеточная застройка и на участках возводится небольших поэтому так то есть не один застройщик не застрахован от подобного рода неприятности и соответственно городские власти тоже не конечно там по нашим сведениям вот в строящемся доме там есть дольщики которые уже вложили свои деньги да и как мы же должны понимать и их права не нарушить и конечно не нарушить права жителей спортивной которые рядом дом стоит и не дай бог там чтобы не было разрушения это все проводится экспертиза делается ну я надеюсь что все будет здесь в рамках действующего законодательства другая такая животрепещущая тема буквально вот несколько дней уже не утихает скандал в 12 школе и вы наверное слышали о нем подростки дети издевались над своим одноклассником и в общем то выкладывали видео и фото в сеть правда потом видео и фото были удалены но тем не менее сам факт издевательства никуда не делся родители еще непонятно будут давать ход делу не будут давать хоть делу вы как представитель надзорного органа как можете прокомментировать вот эту ситуацию и я не знаю недостаточно ли с вашей точки зрения медлят правоохранительные органы что можно посоветовать родителям в этой ситуации узнаете конечно любое придание гласности таких ситуаций она во первых и скажем так во многом обязывает и правоохранителей давать оценку этому данному факту будет дана очень принципиальная оценка в том числе и администрации этой школы этого образовательного учреждения мы вскрывали ранее факты когда некоторые сотрудники школы старались укрыть к такие факты дабы не придавать гласности вот дана будет процессуальная оценка действия всех должностных в том числе лиц следственный комитет также занимается этим настоящее время проверка проводится я не буду оглашать ее скажем так некоторые позиции поскольку она не закончилась она проводится она проводится конечно помощник проверку проводит предварительно просто одному из юношей захотелось славы вот насмотревшись наверно блогов в ютубе своих сверстников и захотелось точно также получить свое определенное количество лайков и стать знаменитостью это так сказать современный век диктует свои условия хотя мы все прекрасно понимаем раньше в школе и все мы учили школе и знают что и дрались и слабых всегда обижали вот но тогда может быть как-то и более тогда не было такой огласки как и огласки не было и как-то да как-то родители может по-иному относились к этому но тем не менее это не говорит о том что то такие факты надо скрывать наоборот мы мы все узнаем про абсолютно все узнаем докопаемся проверим и установим всех лиц которые к этому причастны и виновные понесут наказание ну что ж нет ничего тайного что рано или поздно не станет явным на этой ноте мы закончим пожалуй наш разговор спасибо вам огромное спасибо андреевич у нас в гостях был роман сивак прокурор города бердска вы смотрели программу 15 студии был андрей маланов всего доброго соблюдайте закон